Доброе утро, дорогие телезрители! Здравствуйте! С вами Наталья Гончарова и Елена Краева. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. И сегодня вы увидите много нового и интересного. Встречайте новый день с нами. Официальная встреча. Андрей Воробьев доложил Владимиру Путину о том, как растет и развивается экономика региона. Выездная инспекция. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков проверил ход строительства школы в Гусарской балладе. Арт-пикник. В усадьбе Веземы прошел традиционный фестиваль, посвященный Пушкинскому дню. Шестой тур Медиалиги. На центральном стадионе в Одинцове сразились футбольные команды «Броукбойс» и «Готс». 7 июня 1903 года французский ученый Пьер Кюри и его жена Мария объявили об открытии нового химического элемента – полония. Заявление было сделано на заседании Парижской академии наук. В своем докладе о новом радиоактивном веществе, содержащемся в смолиной обманке, Кюри объяснил, как ему удалось сделать открытие. При получении урановой смолиной руды и выделении висмута он обнаружил совершенно иную составляющую. А свое название элемент получил в честь родины Марии Кюри – Польши – полония. Какими еще событиями запомнился этот день в истории, смотрите в нашей следующей рубрике. 151 год назад, 7 июня 1872 года, в Москве началось строительство первой конно-железной дороги. До этого времени общественного транспорта как такового не было, поэтому основали ее на использовании конной тяги. Иначе говоря, к вагону прикрепляли упряжку лошадей. Новый вид транспорта развивал скорость до 8 км в час и был двухэтажным. 7 июня 1732 года в Санкт-Петербурге заложили одно из самых знаменитых сооружений – Зимний дворец. Изначально на месте постройки располагался деревянный домик, который строился в спешке к свадьбе Петра. Позже решили усовершенствовать здание, обложить его камнем. Стоит отметить, что экстерьер дворца претерпел немало изменений. Над ним работали целых три архитектора. Первым был Георг Матторнови, за ним Доминика Трезини и, наконец, Франческо Растрелли. Императрица Анна Иоанновна посчитала дворец слишком маленьким. Именно по этой причине она отстранила от работы двух архитекторов. Как раз то, что мы видим в Петербурге сейчас, и является детищем Растрелли. 7 июня отмечается совсем недавно зародившийся праздник – Всемирный день бега. Отмечают его каждую первую среду июня. Целью праздника является привлечение людей к спорту. В 2016 году на первый праздничный фестиваль собралось более 170 представителей разных стран. Кроме того, сегодня отмечают еще один немаловажный праздник – Всемирный день безопасности продуктов. Статистика показывает, что 40% людей страдают хроническими болезнями от загрязненных продуктов. 7 июня родился французский художник-постимпрессионист Поль Гоген. Среди его работ отмечают картины «Когда свадьба», «Женщины таити», «Откуда мы пришли». Также в этот день родились писатель Аркадий Арканов и актриса театра и кино Татьяна Лаврова. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на официальной встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Самым острым образом стоял вопрос с дольщиками. Во сколько? 117 тысяч, по-моему, было?» «Да, точно. «Года два или три говорили о том, что в этом году, в 2023 году мы договаривались, вы проблему это решите». К решению проблемы подошли со всей ответственностью. «32 тысячи дольщиков, 32 600 тысячи поправили меня тогда. Благодаря вашему решению был создан фонд РФ и вместе с федеральным правительством, плюс наши застройщики, все участвовали в том, чтобы эту проблему решить. И в этом году в конце оставшиеся 12 тысяч, сейчас 12 тысяч осталось. Мы должны всем выдать ключи и дальше еще какое-то время будем догонять социальные объекты строить». Еще один вопрос, который обсудили с президентом – экономическое развитие региона. С января промышленное производство выросло на 3,7%, а собственные доходы консолидированного бюджета Московской области увеличились на 12,2%, во многом благодаря импортозамещению. «У нас за первые пять месяцев промышленность выросла. Почему? Потому что все программы импортозамещения, а именно 21 было запущено в прошлом году предприятие, в этом году мы 50 запускали». Всего в регионе реализуется 151 проект импортозамещения, почти на 16 тысяч рабочих мест. Развитие предприятий малого и среднего бизнеса привело к увеличению налоговых поступлений в бюджет до показателя 12,8%. Президент высоко оценил работу губернатора и его команды. Елена Краева, телекомпания «Одинцова». И к новостям региона. Более 25 тысяч человек 3 и 4 июня посетили тематический областной проект «Город профессий» почти в 60 парках Подмосковья. Для посетителей организовали тематические площадки по различным профессиям. Театрализованные представления ростовых кукол, роботов, сказочных героев, шоу-фокусников, развлекательные концертные программы для детей и взрослых. Всежелающие приняли участие в научных мастер-классах по химическим опытам, шахматам, народному пению, хореографии и йоге. Другие новости региона смотрите прямо сейчас. Более 29 тысяч детей с инвалидностью проживают в Подмосковье. Соцслужбы обеспечивают им всестороннюю поддержку. В этом им помогает реализация проекта «Микрореабилитационный центр на дому». Суть его в том, что дома в привычном для ребенка пространстве для него создают коррекционную среду в соответствии с профилем его заболевания. Она может изменяться и дополняться по мере достижения результатов. С 2020 года обучение прошли уже 592 специалиста из 46 субъектов России. А с июля этого года стартует новый сезон. В Московской области многодетные семьи с детьми до 18 лет освобождаются от уплаты транспортного налога. Льгота распространяется на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно. Теперь налоговым послаблением могут воспользоваться и многодетные семьи, в которых совершеннолетние дети в возрасте до 23 лет обучаются в образовательных учреждениях по очной форме. Расширение ее действия по предварительным оценкам увеличит количество получателей еще почти на 14 тысяч семей. В Подмосковье запустили акцию «Чистые автобусы». Специалисты совместно с руководством перевозчиков проверяют качество и соблюдение сроков уборки салонов автобусов. Порядка 30 бригад работают ежедневно. За неделю инспекторы проверили 7 тысяч автобусов и пресекли более 400 нарушений. Если транспортное средство грязное, то его не выпускают на линию и обязывают перевозчика оперативно провести уборку. Только после повторной проверки автобус выходит на линию. И к новостям нашего округа. Депутат МОСОБЛДУМА Дмитрий Голубков проверил ход строительства школы в Гусарской балладе. Работа сейчас на стадии завершения. На строительной площадке трудится более 500 человек. Рассказывает Екатерина Крамор. А вентиляция есть здесь? Да. А, вот все вижу. Отделка внутренних помещений и облицовка фасада. И это только часть работ, которые ведутся на объекте в Гусарской балладе. К 1 сентября здесь откроется новая школа на 2200 мест. Депутат Московской областной думы от Единой России Дмитрий Голубков проверил ход строительства учебного учреждения. Это самая большая школа Московской области. И, конечно, она должна быть сделана с максимально высоким качеством, соответствовать всем требованиям, с тем, чтобы ученики 1 сентября сюда пришли и, скажем так, ахнули в хорошем смысле этого слова. Вот поэтому очень ответственная большая работа. Все работы на объекте выполняют согласно графику. В конце июля школа должна быть сдана. В новом учебном заведении, кроме кабинетов для занятий, будет два спортивных и два гимнастических зала, актовый зал, пищеблок, библиотека и другие помещения. А на территории школы появится спортивный стадион с футбольным полем и зоной отдыха. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». В усадьбе Веземы Государственного историко-литературного музея-заповедника Александра Пушкина прошел традиционный фестиваль «Арт-пикник», посвященный Дню рождения поэта. Для гостей провели обзорные, театрализованные и интерактивные экскурсии. Также в течение дня в усадебном парке работало множество тематических площадок. Среди гостей праздника была и наша съемочная группа. А я знаю, что моя голубка все умеет. Ой, тайги мои все закрыли, конечно. Выступление артистов, мастер-классы, классическая музыка, экскурсии. В Государственном историко-литературном музее-заповеднике Александра Пушкина прошел фестиваль «Арт-пикник», который приурочили ко дню рождения знаменитого поэта. В нашей усадьбе оживут персонажи пушкинских произведений, владельцы этой усадьбы. То есть человек как будто во время экскурсии будет попадать в определенную эпоху, где каждый персонаж будет ему сам лично рассказывать об этом месте, об этом зале, о своей роли вообще. В Восточном флигеле и на главной открытой сцене состоялся музыкально-поэтический спектакль посвящения Пушкину. Также все гости смогли принять участие в играх той поры и прикоснуться к творчеству русского гения. Для жителей округа праздник уже давно стал традиционным. Музей-заповедники он проходит с 2015 года. Это праздник посвящен Александру Сергеевичу Пушкину. Он здесь вырос, он здесь приезжал к бабушке и здесь провел все детство. Несмотря на дождливую погоду, в этот праздничный день погрузиться в атмосферу 19 века смогли свыше 3000 посетителей музея-заповедника в Больших Веземах. Екатерина Крамор, телекомпания «Одинцова». И к новостям Москвы. Вход в Музей Победы и его филиал в Музей главных оружейных реликвий армии будет бесплатным в День России 12 июня. Всех желающих посетить музей ждут с 10 часов утра до 10 вечера. Ну а других событий, которые пройдут в столице в ближайшее время или уже произошли, узнаем прямо сейчас. На площади Киевского вокзала в столице открылась новая экспозиция павильона московского транспорта. Это первый в стране интерактивный транспортный павильон для детей. Во входной секции демонстрируют видеоролики о развитии московского транспорта. На специальной интерактивной панели гости могут посмотреть географические карты, схемы развития метро и рельсового транспорта с 1935 года. Вторая секция – платформа с объемной картой, на которую нанесены городские и транспортные объекты. Экспозиция будет работать без выходных с 9 утра до 9 вечера. В четырех парках Москвы открылась фотовыставка, посвященная выпуску первых зеленых облигаций в столице. Эти ценные бумаги – отличный способ начать инвестировать и сделать свой вклад в экологическое развитие города. Они не подвержены рыночным рискам в силу того, что выпуск является внебиржевым. Выставку проводят на АВДНХ в парке Искусство Музеон, парке Дружбы и саду имени Баумана. Путем изучения стендов москвичи могут узнать о зеленых облигациях, а также о том, на что будут направлены вырученные с них средства. В конце 2020-го – начале 2023-го года на раскопках в Москве археологи нашли фрагмент коронационного стакана XVIII века, медаль и курительные трубки XVIII-XIX веков. Только за этот год ученые обнаружили более 200 предметов. Среди находок, которые уже обработаны, отреставрированы и готовятся к передаче в музейный фонд, детские игрушки, столовые приборы, флакон духов, предметы, связанные с аптекарским искусством, и печной изразец с изображением храма. Сейчас археологические работы проводят на площадках в Старомонетном переулке, в районе Китай-города, в Хамовниках, а также в Новой Москве. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оставайтесь с нами. Далее в программе вы увидите. Шестой тур Медиалиги. На центральном стадионе в Одинцове сразились футбольные команды «Брокбойс» и «Готс». Новости онлайн. Изменения расписания движения общественного транспорта и кукольные спектакли в парках обсуждают в окружных соцсетях. Секреты мастерства. О своей профессии, работе с детьми и родителями рассказала учитель начальных классов Татьяна Таирова. На центральном стадионе в Одинцове сразились футбольные команды «Брокбойс» и «Готс». Они сыграли в шестом туре Медиалиги. О результатах состязания расскажет Екатерина Крамор. На трибунах преданные фанаты встречают свою команду. Табрис вместе с другими игроками готовился к предстоящему матчу. На этот раз на центральном стадионе Одинцова «Брокбойс» сражается с «Готс». У «Броки» настрой только на победу. Очень боевой. Я не приехал, я пришел пешком, потому что живу рядом в Одинцово. Просто нужно выиграть. Сегодня первое место нужно занимать. И спокойненько готовиться к одной четвертой финала. С четвертого тура команды в Медиалиге встречаются с соперниками из других групп, которые определила жеребьевка. За плечами у ребят из «Брокбойс» уже много побед. Недавно они обыграли команду «Тудротс». Сегодня не только футболисты. В их составе есть прям заслуженные игроки, которые выступали на самом высоком уровне в российской премьер-лиге. Кто-то даже в сборных от своих стран. Кто-то там сейчас, по-моему, в запасе сборной России, сборной Армении. Ребята, в общем, очень серьезная команда. Ну и будем стараться сделать так, чтобы мы сегодня победили в этом сложном матче. Настраивались на победу. Она и случилась. Со счетом 1-0 «Броки» выиграли и забрали первое место в группе «Ц». Дальше в планах устроить суперматч в одной четвертой финала, но и уже полуфинал на стадионе чемпионата мира в Волгограде или в Краснодаре. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Представители Одинцовского городского округа приняли участие в самом крупном российском грибном марафоне, приуроченном ко дню рождения Петра Первого. Проходил он 3 июня в Санкт-Петербурге. На старт вышли более 2000 грибцов из 30 регионов страны. В общей сложности спортсмены привезли в Одинцовский округ 5 медалей. Об этом сообщает Одинцова оперативно. О других событиях муниципалитета, которые обсуждают в социальных сетях, расскажем в нашей следующей рубрике. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Московского округа представила Московскую область на ежегодном книжном фестивале, который открылся на Красной площади 2 июня. Посетители смогли ознакомиться с детскими книгами издательства, а также с туристическими путеводителями по нашему округу. Об этом сообщает телеграм-канал «Проокруг». Московский областной театр «Кукол» в этом году впервые встречает гостей в парках Подмосковья. В парке Захарова в это воскресенье артисты театра представят спектакль «Золотой цыпленок». А между показами юные зрители смогут поближе познакомиться с артистами и узнать о жизни кукол в театре и за кулисами. Представление пройдет в 12 часов дня в поселке «Летний отдых» на сцене «Поляны сказок» в парке Захарова. Об этом сообщает телеграм-канал «Проотдых». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К новостям России. В Московской области протестируют систему распознавания домашних животных с использованием искусственного интеллекта. Сейчас программу готовят к тестированию. Выпустил ее разработчик системы распознавания лиц. Среди пилотных регионов будет и Московская область. В будущем разработку могут использовать для поиска потерявшихся домашних питомцев. О других событиях в России расскажем прямо сейчас. Ученые Томского политехнического университета предложили использовать газовые гидраты или искусственный горючий лед для пожаротушения и локализации возгораний. По словам исследователей, эффективность доказана в ходе более чем 200 экспериментов. Главная задача системы пожаротушения – снизить температуру, вытеснить кислород из зоны горения. Для этого используют лед, воду и инертный газ. Все это есть в составе газового гидрата. В Тимирязевской академии изобрели хлеб, обогащенный растительным белком. Такой продукт подходит для диетического и лечебно-профилактического питания. В рецептуру помимо пшеничной муки добавили люпиновую. Она делает цвет корки хлеба более привлекательный, а также улучшает полезное воздействие на человеческий организм. В белке люпина отсутствуют проламины, такие как глиодин и глютенин. Именно они вызывают аллергию. Также она является источником витаминов, макро- и микроэлементов, улучшает деятельность пищеварительной системы и снижает содержание холестерина и токсинов в крови. Теперь перед отечественными селекционерами стоит задача создания новых сортов люпина с пониженным и стабильным содержанием алкалоидов в зерне для массового производства. Российский государственный социальный университет стал первым гражданским вузом, который создал факультет комплексной безопасности и основ военной подготовки. В составе факультета четыре кафедры. Выпускники будут востребованы в органах государственной власти как на федеральном, так и на региональном уровне, в силовых ведомствах, в системе среднего образования и оказания социальной помощи. В наступающем учебном году факультет комплексной безопасности и основ военной подготовки открывает прием по программам бакалавриата и магистратуры. Первый учитель навсегда останется в сердце и воспоминаниях каждого из нас. Татьяна Таирова уже несколько классов выпустила из начальной школы 6-го лицея имени Пушкина. Она поделилась с нами секретами профессии, открыла тайны своего мастерства и основные принципы работы классного руководителя. Полина Бахова расскажет подробнее в нашей рубрике про людей. Наш дизельный солныш очень яркий, приготовьтесь, будет жарко. Наш девиз всегда один, первый мы не победим. В большом дружном кругу в этом кабинете начальной школы то и дело собираются первоклашки, пятиклашки, заглядывают даже девятиклассники. Причина проста – они тянутся к своему первому учителю Татьяне Владимировне Таировой. Годы, проведенные с ней, не прошли даром. Полученные знания и простые жизненные навыки они сохраняют навсегда. Они мне рассказывают, ну, очень доверчивые и рассказывают очень-очень многое. Мне это настолько приятно, потому что я понимаю, что вот это доверие, вот эта нить доверия, она не порвалась, как вот та пуповина. Знаете, когда ребенок родился и обрезают пуповину, а здесь вот эта нить доверия, она сохранена. Вот уже 11 лет пролетела в шестом лицее, как один день вспоминает педагог. Окончил школу и ушел во взрослую жизнь, ее первый выпуск. На подходе девятиклассники, а за парты вновь сели малыши. Каждый день они учатся здесь читать и писать, но главное – общаться и дружить. Когда нам дают детей, они все разные. И мы, учителя вот именно в начальной школе, наша задача, чтобы мы из этого пластилина, который отдельно разноцветный, у каждого свой оттенок, у каждого своя структура. И, ну, как пластилин, бывает мягкий, да, и легко липится, а бывает такой, что еще разогреть надо, чтобы лепилось. И наша задача – слепить вот единый целый коллектив, чтобы дети были дружные, чтобы они были друг за друга, помогали. Именно первый школьный год – самый важный, уверена, педагог. Здесь надо быть и другом, и строгим судьей, и учителем, а иногда и мамой. В этом и заключается главная задача классного руководителя. В первом классе мы стараемся детей, как я говорю, посадить, чтобы они понимали организацию учебного процесса, чтобы они сдружились друг с другом. Хотя я не говорю о том, что мы уже коллектив создаем. Коллектив создать – дело сложное. Но чтобы они подружились и познакомились друг с другом, для этого мы проводим большое количество мероприятий. И экскурсии у нас, и всевозможные конкурсы, где ребята выступают, показывают себя. Поэтому приходится, ну, скажем так, поработать. Поработать в первом классе больше, наверное, не как учитель, а как классный руководитель. Свой накопленный опыт и знания Татьяна Владимировна решила представить на конкурс классных руководителей. Позади сложные задания, впереди финальный этап, который пройдет в День учителя в Москве. Мне было предложено поучаствовать в конкурсе-форуме классных руководителей. Было много различных этапов. Этапы, конечно, были очень сложные, и всевозможные педагогические ситуации надо было решать. И достаточно это занимало прохождение каждого этапа очень большое время. То есть, знаете, там не то, что раз-два и все. Надо было свои знания, умения и опыт показывать. Поддерживали коллеги, родители и, конечно, любимые ученики. Поэтому, несмотря на результат, главная и самая честная оценка для Татьяны Владимировны именно от них. Добрая, сильная именно в плане знаний и ответственная. Ну, также, ну, я также думаю, что она добрая. Может быть, когда мы плохо себя вели, она была строгая, но по справедливости. И, наверное, она, ну, заботилась о нас. Заботливо. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. К мировым новостям. 55-летний профессор университета Южной Флориды около 93 дней прожил на дне Атлантического океана в капсуле размером 100 квадратных метров. Целью эксперимента было изучение длительного воздействия высокого давления на человеческий организм. За три месяца пребывания под водой уровень его холестерина снизился на 72 пункта, а воспалительные маркеры сократились наполовину. Эти результаты стали основанием для дальнейшего исследования влияния морского давления на человека, что представляет новые возможности для увеличения продолжительности жизни и лечения возрастных заболеваний. О других событиях в мире смотрим далее. Японская художница придумала необычный способ использовать черствые хлебобулочные изделия, чтобы обратить внимание общества на проблему перепроизводства продуктов питания. Она аккуратно извлекает хлебную мякоть из середины багета, вставляет внутрь лампочки и делает основу для светильника из пробковой доски. Затем обрабатывает изделия специальным раствором, чтобы хлеб не покрывался плесенью и не крошился. Лампы из булок, круассанов и круглых буханок стали популярны среди пользователей интернета, их активно покупают. Цены на светильники варьируются от 2,5 до 14,5 тысяч рублей. Эксперты из Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне назвали породы собак с наиболее агрессивным поведением. Ученые проанализировали данные более 2300 животных. Результаты показали, что уровень агрессии у золотистых кокер-спаниелей почти в два раза выше, чем у представителей других пород. Агрессию проявляли 4% представителей породы, а если у них была золотистая шерсть, то показатель возрастал в три раза. На втором месте оказались ротвейлеры. Чихуахуа, несмотря на скромный размер, оказались почти такими же агрессивными, как овчарки. Однотонные собаки гораздо чаще проявляли признаки гнева, чем двухцветные или трехцветные. Но причину такой взаимосвязи ученые определить не смогли. Житель Таиланда сорвал куш в лотерею и заявил, что выиграл благодаря помощи богов. Мужчина вместе с семьей совершал обряд поклонения в храме тигров в Бангкоке. В своих молитвах он попросил богов дать ему благополучие и удачу. Вскоре мужчина почувствовал, что его молитвы были услышаны, поэтому без раздумий купил 19 лотерейных билетов. После розыгрыша он решил проверить билеты и обнаружил, что каждый из них был выигрышным. В итоге мужчина сорвал куш в 114 миллионов бат. Это почти 266 миллионов рублей. Спустя некоторое время победитель вернулся в храм и сделал подношение богам. Вместе со своей семьей он зажег 30 тысяч благовоний, чтобы искупить свои грехи и выразить благодарность. А теперь о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем 20-22 градуса тепла, ночью около плюс 14. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%. Геомагнитное поле спокойное. На этом наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационном выпуске. А также следите за новостями в телеграм-канале про округ. Ну а с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. Если же вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который вы видите на ваших экранах. С вами была Елена Краева и Наталья Гончарова. Мы желаем вам всего самого наилучшего, удачного рабочего дня и удачного вечера. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова